У вас первое, на что мне бы хотелось обратить ваше внимание, это то, что ваше состояние, его можно и нужно разделить на несколько элементов, то есть оно у вас и из чего-то состоит. Первое. Из чего состоит ваше состояние в данный момент? Ну, у вас состоит из того, что вам стало абсолютно плевать на все. Учеба, друзья, луфы, экзамены, абсолютно на все. Понимаете, смерть мамы в вашем возрасте, когда вы еще учились, судя по всему, в высшем учебном заведении, это, безусловно, очень серьезное, сильно травмирующее событие, которое вполне сил подкосить ваше восприятие себя и тогда. То есть в этом, как таковом событии, нет ничего странного. Здесь, пожалуй, можно было бы задать вам только один вопрос. На мой взгляд, вопрос очень важный. Было ли с вашей стороны соответствующее, полное или, лучше сказать, интенсивное, а еще лучше сказать, необходимое вам переживание утраты мамы? То есть пережили ли вы до конца то, что с вами произошло? Если пережили, то, соответственно, вопрос, насколько полно вы это сделали? Если нет, то сразу возникает вопрос, почему нет? Что помешало вам это сделать? То есть пережить смерть своей мамы? Я имею в виду пережить, в смысле выразить, выразить и продолжать выражать свои переживания по этому поводу. Соответственно, устранение и внесение коррективов именно в эту часть вашей проблемы является первым и очень важным элементом в решении вашей проблемы вообще. Вашей проблемы как определенного феномена. Дальше, следующий момент заключается в том, что вы пишете, были обесценены все ориентиры, все стремления, все мотивационные организации со смертью мамы. То есть мама умерла, понятно, вы человека любимого и самого близкого потеряли, но простите, все, что вы хотели делать, вы делали для себя или для мамы? Конечно, для нее, безусловно, но и для себя тоже. И если вы сейчас потеряли мотивацию что-либо делать, значит, скорее всего, вы действовали, как бы все, что вы делали, вы так или иначе делали для своей мамы. Осознанно или нет, она являлась для вас одним из, ну, либо основных, либо главных организаторов мотивационных сфер. Основным организатором она была для вас мотивом того, что вам нужно было делать. То есть вы это делали не ради себя. Вы это делали ради нее. Ну, возникает несложно такой вопрос. Что же вы, чего же вы хотели для себя? Чего же вам хотелось быть для себя? Что вам нужно было для себя? Вот на этот вопрос, пожалуй, и нужно вам постараться ответить. В первую очередь. То есть, вот так вот, все-таки подумайте, что я хочу для себя сейчас, на данный момент. Неаффективно я, значит, хочу общаться с теми, кто обратит на меня внимание. Это, ну, это неправильно. Неаффективно я хочу умереть, как вы пишите, или что-то еще. Нет. Именно вопрос связан с более глубинным пониманием того, что вам нужно. С более глубоким осознанием того, чего вы хотите сами для себя. Для этого необходимо прислушаться к своим переживаниям, для этого необходимо быть наедине с собой, быть в уединении, именно в уединении. То есть, не вынужденно, да, а именно наедине с собой. Стараться быть добровольно, чтобы прислушаться к тому, чего же вы, собственно говоря, хотите. Значит, это следующий момент. Значит, момент мотивации. То есть, ваша мама имела для вас значение больше нормального. Она для вас была в жизни кем-то куда большим, чем обычно является матерью для своих детей. И, в принципе, наверное, какое-то время вас это устраивало, раз, ну, вы спокойно занимались своей деятельностью. Но проблема в том, что мама ваша, да, она умерла, но она могла умереть. Она могла умереть позже, она могла умереть раньше. А это, к сожалению, с точки зрения времени значения особого не имеет. Рано или поздно она все равно была составлена. И очень важно здесь, почему вы не можете жить без нее. Что она вам давала такого, что вы сейчас потеряли, что вы сейчас перестали получать. И из-за этого, собственно говоря, и у вас возникают все ваши проблемы, которые есть сейчас. Именно из-за того, что вы перестали получать то, что вам нужно было. А других способов получить то, что вам нужно, вы, естественно, не знаете, потому что, ну, а откуда вы их узнаете, если не привыкли. Соответственно, новым способом нужно учиться. Тут учиться новым способом удовлетворять свои желания, удовлетворять свои потребности. Это, пожалуй, еще один важный момент для вас, на котором нужно обязательно заострить внимание. Дальше. Следующий момент, о котором вы пишете, заключается в том, что, значит, так, вы сдерживаете свое состояние. Угнетенное состояние вызвано чем? Ну, понятно, что вы переживаете за старт мамы, что вы остались без нее, это все опасательно. Но угнетенное состояние, именно состояние угнетенности как такового, оно у вас возникло еще и потому, что, ну, как бы, вы хотите что-то получить, а получить что-то вы не можете. Ну, нет у вас такой возможности получить то, что вы хотите. В результате угнетенное состояние суть, по моему мнению, фрустрация, то есть невозможно получить то, что вы хотите. И вот задача первостепения заключается в том, чтобы определить, чего же вы, собственно говоря, желаете, что вам необходимо получить, что вам необходимо удовлетворить, и постараться это удовлетворить способами для вас, возможно. То, что вы делаете сейчас, вы не пытаетесь как-то удовлетворять свои потребности. Вы, по сути, стучитесь в одну и ту же дверь. То есть, вы стучитесь в одну и ту же дверь и просите удовлетворить ваши желания так, как вы это делали раньше, но у вас этого, естественно, не получается. Потому что средства для этого у вас нет. Дальше. Наша ситуация заключается в следующем. Своё состояние угнетенное вы можете контролировать, что вообще, так говоря, несколько неожиданно, по крайней мере для меня было. То есть, если вы угнетены, если вас плохо, то происходит это помимо вашего желания, но нет. Контролировать вы это можете. Значит, раз вы можете контролировать, значит, есть мотив. Мотив стремления контролировать то, что у вас вызывают очень сильные негативные эмоции. Контролировать для чего? Вот для чего вы сдерживаете свое состояние, если находитесь в обществе. Зачем? Вопрос. Кроме того, вас пытаются брать чувство усталости и того, что я деградирую везде. Ну, усталость это, скорее всего, следствие напряжения сильного у вас. Усталость здесь, это следствие внутренних конфликтов, противоречий. Возможно, борьба мотивов, борьба понятий, борьба стремлений, борьба желаний, борьба каких-то убеждений. Зависит здесь все, например, от того, насколько вы, ну, какой вы, какой вы конфессией принадлежите, да, то есть верующий вы человек или не верующий человек. Все это очень важно. Дальше. Значит, то, что вы деградируете везде, то есть чувство деградачное. Чувство, что вы, значит, я стал худшей, самой тупой и некрасивой. Тупички вы. Ну, здесь я открою вам небольшой секрет, значит, тупой за один год после смерти мамы стать вы не могли никак. То есть постоянное нервное переживание объективно разрушает клетки головного мозга и как таковую мозговую деятельность. Но это происходит очень долго и наиболее разрушительное действие оказывается, как правило, в раннем возрасте, в детском возрасте и в старческом, престарелом, пожилом. В молодом и зрелом возрасте, что значит, влияние наименьшее. Поэтому даже если у вас высокий уровень эмоционального переживания, то все равно тупой мы стать не могли никак. Это объективно. Да, у вас, может быть, сменились приоритеты, может быть, пропал именно стимул делать то, что вам нравится, делать то, что вам хотелось бы. Вас пропал стимул к тому, чтобы стремиться, да? Нету стимула стремиться. С этим я согласен, безусловно. Такой стимул мог пропасть. Именно поэтому вы деградируете. Потому что привычный стимул исчез, а нового стимула вы не образовали. И обратить внимание на него, на новый стимул, придать новый смысл тому, что вы делаете, вы не можете сами. Потому что, оперируя терминологией дистанции терапии, у вас есть фоль. Это все остальное. Фигура – это потеря мамы, возможно. Фигура – это то, что вы устали и то, что вы стали худшей. То есть, это фигура. То есть, то, на чем вы заостряете свое внимание. То, о чем вы думаете, в первую очередь. Все остальное – фон, и на него вы внимание не обращаетесь. И здесь нужно переключиться, как раз такие фигуры, на фон. То есть, выделить этот фон, представить себе, что бы было, если бы не было фигуры. И как бы вы себя видели в этой ситуации. Вот это и будет, в принципе, правильное поведение. Правильное поведение именно, ну, с полицейской гештальтерапией. Дальше. Жить подобным образом я не могу. Но и все попытки что-то изменить проваливаются. Ну, во-первых, давайте сразу спросим вас, какие это были попытки. Для чего они, как они выражались, эти попытки. И, собственно, почему они проваливаются. То есть, каковы причины того, что ваши попытки что-то изменить. Проваливаются. Неверная организация деятельности. Неверное целеобразование. Неверное понимание смысла того, что вы делаете. Недостаточная мотивация. Все это требует анализа. Самого тщательного и пристального. Друзья говорят, что мой характер испортился. Сама за собой уменьшаю перепадное настроение. Стал очень доверчивый. Готовы друзей с любым, кто обратит малейшее внимание на меня. Ну, перепадное настроение – это, скорее всего, потеря шерстной структуры понимания себя в мире и соотношения мира и вас. То есть, это, возможно, вам давала ваша мама. То есть, на нее вы опирались в своем жизненном пути. Мама не знала, опираться больше не на кого. И, соответственно, вам отчаянно нужен кто-то, кому бы вы могли довериться, кто бы готов был с вами дружить и, соответственно, давать вам то, что давала вам ваша мама. Правда заключается в том, что то, что давала вам ваша мама, вам не даст никто. Правда заключается в том, что вам необходим личностный рост, изволение от психоэмоциональной зависимости от своей мамы. Вам необходимо личностно расти для того, чтобы самостоятельно формировать, во-первых, в ценности свои собственные убеждения. Ну, а они могут быть такими же, как у мамы, если угодно. И вам необходимо работать над своими комплексами, то есть над неуверенностью в себе, над сомнениями в себе, над причинами того, почему вы в себе сомневаетесь, что заставляет вас это делать. И, на самом-то деле, задать себе еще один такой вопрос. Готовы-то готовы дружить любым, кто обратит внимание на вас? Для чего? Понятно, что если человек обращает на вас внимание, понятно, что если человек хочет, ну, как-то дружить с вами, и вы готовы принять любого, кто обратит на вас внимание, объективно, объективно, это означает, что вам нужен любой человек, неважно кто, то есть личность, роль не играет здесь, играет то, что человек вам дает, ну, или должен дать. А, соответственно, что вам должен дать тот, с кем вы готовы дружить? Ради чего вы готовы принять любого, кто обратит внимание на вас внимание? Ну, и необходимо было добраться с причиной вашей такой вот низкой самооценки. Это тоже очень важно. Теперь, пожалуй, то, что касается, наверное, знаете, аспирна, то, что касается вашей мамы. Ну, во-первых, хочется вам сказать так. Смерть вашей мамы, безусловно, очень трагична, безусловно, ужасна. Но она умерла. Так случилось. Она умерла, и ваша мама вам не вернут. Как бы вы этого не хотели, вам ее не вернут. Давайте подумаем вот о чем. Если ваша мама уже умерла, если вашей мамы уже нет, то, может быть, стоит сделать так, чтобы она жила в вас, если она так нужна вам. Но вы можете сделать так, что она будет жить в вас, пока вы ее помните, и пока вы следуете тому, чего бы она хотела бы для вас. До тех пор, пока вы будете о ней помнить, до тех пор, пока вам их о ней, ее образ, ее, ну, поведенческие чувствы, из ее, там, мысли, ее точка зрения и так далее, будут с вами, если вы будете об этом вспомнить. То есть ваша мама, она не ушла, на самом-то деле. Она с вами, ваша мама, она по-прежнему с вами. Она никуда не делась. Вы просто потеряли ее внешнее проявление. Да. Вы потеряли ее внешнее проявление, то, что вам нужно было от нее для себя. Но сам человек ушел. И у этого человека были на вас какие-то желания, какие-то потребности, какие-то стремления, какие-то мечты. И то, что вы делаете сейчас, простите, здесь я повторяю то, что уже сказала моя коллега, но тем не менее. Здесь вы не обрадовались, здесь вы не обрадовались, здесь вы не обрадовались ожидания своей мамы, к сожалению. Здесь вы действуете, ну, как бы, скажем так, здесь вы действуете эгоистично и здесь вы действуете не для своей мамы, а здесь вы действуете, условно говоря, для себя. Если вы хотите, чтобы мама была к вам ближе, я уверен, вы этого хотели бы. Так вот, если вы хотите, чтобы ваша мама была к вам ближе. Никто не мешает вам сделать так, чтобы все, что она для вас хотела, хорошего, правильного, верного и так далее. Воплотилась бы в жизнь перед ваших деятельностей. И тогда ваша мама будет всегда с вами. И вы будете с удивлением ощущать, что, а вот в действительности-то, ну, в действительности-то вы ее не потеряли. В действительности-то она с вами, просто вы не замечаете это даже пока, но вы не замечаете до сих пор, пока думаете о себе. А о себе вы думаете, ну, по определенным причинам. О них мы и говорили с вами. Далее. Далее, пожалуй, очень важный момент, который обязательно нужно, ну, на котором нужно обязательно заострить внимание. Этот момент связан с тем, что в зависимости от того, какая у вас вера, в зависимости от того, какая у вас, ну, какие у вас религиозные взгляды, это важно, вам требуется Ну, в зависимости от этих религиозных взглядов, это достичь определенного понимания того, почему и как перешить смерть вашей мамы. Условно говоря, если вы верите в Бога, если вы верите в Бога, ну, можно обратиться к священнику, поговорить с ним? Он вам поможет объяснить все именно с точки зрения религиозной, куда лучше, чем, например, мы. Если вы верите в Бога, то тогда вам следует понять, что смерть вашей мамы неизбежна, как и смерть любого другого человека. Если вы ее любили, то хотели бы, чтобы она была счастлива, а если вы хотите, чтобы она была счастлива, вы станете делать то, что нужно делать для того, чтобы она была счастлива. То, что вы делаете сейчас, это что угодно, только не то, что сделала бы вашу маму счастливой. Я надеюсь, что вы это очень хорошо понимаете. Ну, просто потому что, если нет, то тогда, ну, как бы, вам на этом требуется завтра свое внимание. Ну, и то, что вы делаете сейчас, это жалеть за себя. Жалеть себя не нужно. Необходимо понять, что то, что вам не хватает, то, чего вам не хватает. Получить вы больше ни от кого не сможете. Да, к сожалению, ваша мама была единственной, кто мог вам дать то и так, как она это делала. К сожалению, это правда. Она единственная. Но это не значит, что по элементам вы не сможете сами этого для себя получить. Сможете и еще как. Главное, чтобы у вас было на это желание. Будет желание, все у вас будет. На этом, пожалуй, можно закончить мой ответ. Получился долгим. Прошу вас меня за это простить, если утомил вас. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что вам оказался полезен мой ответ. Если у вас остались вопросы или захочется поговорить, будет рад помочь, пишите в личку. Если понравился мой ответ, то буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!